Французский язык, а также английский, немецкий, испанский, итальянский и даже китайский вы можете начать учить в лингвистической школе Талисман. Чему именно вас там научат, об этом мы не только поговорим со старшим преподавателем Алисей Андреяновой. Алися, доброе утро! Доброе утро! Спасибо, что пришли. Я знаю, что сейчас у вас продолжается набор на новый учебный год. И хочется поинтересоваться, кого вы принимаете. Да, действительно так. У нас сейчас продолжается интенсивный набор нашей группы. И мы набираем детей как дошкольного возраста, школьников, школьников старшего звена и взрослых слушателей. А кого больше? Кто больше идет? Больше, конечно, пользуется популярностью у нас дошкольный возраст. И школьники, которым уже вот в 11 классе сдавать ЕГЭ по английскому языку. И взрослые, которые стремятся посетить зарубежные страны и которым необходимо знание английского языка. То есть я понимаю, что курсы ведь есть разные. Да, это так. То есть мы предлагаем классический курс, который длится 5 месяцев. И пользуется популярностью у нас интенсивный курс по изучению английского языка имени Шехтера. Вот один курс 5 месяцев, а интенсивный? Интенсивный в течение месяца. А чем они между собой отличаются? И чему вы учите в течение 5 месяцев и в течение одного месяца? В течение одного месяца главной целью это мы ставим перед собой преодоление языкового барьера. А в течение 5 месяцев мы изучаем общие образовательные навыки и умения говорения на английском языке. То есть есть занятия, где мы можем и на практике, получается, свои знания применять, да? Разговорную речь. Да, то есть в течение 5 месяцев у студентов будет возможность пообщаться с носителем языка, который приезжает к нам на гостевые уроки. А в течение интенсивного курса, который длится 6 дней в неделю, у студентов будет возможность пообщаться не только с преподавателем внутри класса, но и за гранями талисмана, школы талисман, где они будут проводить экскурсии на улицах нашего города. Олеся, а вот по вашим наблюдениям, языковой барьер кто легче преодолевает? Это дети, студенты или все-таки взрослые? Легче всего преодолевают барьер дети дошкольного возраста. Именно это благоприятный возраст для изучения английского языка и для формирования желания, мотивации изучать английский язык. Вот, кстати говоря, начали по поводу детей с вами общаться. Наша коллега, отдавая ребенка в детский сад, поинтересовалась, какие у них есть дополнительные занятия, и есть ли среди этих дополнительных занятий английский язык. На что и ответили, так у вас ребенок по-русски-то, собственно говоря, еще толком не говорит, какой английский. Мне хочется узнать, вот вы как специалист, как считаете, когда необходимо начинать заниматься английским языком, не в ущерб, конечно же, родному русскому? Да, то есть самый благоприятный возраст для занятия английским языком – это 5 лет. Во-первых, это возраст, в котором ребята уже самостоятельно и сознательно отличают русский язык от иностранной речи. Во-вторых, это тот возраст, в котором ребята как губки впитывают максимум информации на грани своих возможностей. И, в-третьих, это тот возраст, когда необходимо начинать формировать мотивацию и интерес. И, правда, как в английском языке, так и у нас произошло в этом году исключение. Мы приняли ребенка, которому 4,5 года. И главной целью мы поставили преодоление языкового барьера. И теперь, приходя и уходя с занятия, он говорит на английском языке – hello и goodbye. Но вот смотрите, если взрослые сознательно выбирают английский язык и понимают, что им надо, им этот язык нужен, то дети, понятно, идут, потому что родители приводят. И понятно, что занятия проходят у них по-разному. Так вот, как проходят занятия? Ведь маленькому ребенку непросто сидеть на месте. Да, вы совершенно правы. То есть занятия проходят в абсолютно иной форме. В увлекательном форме, которая позволяет ребенку не только изучать английский язык, но и получать удовольствие от самого процесса изучения английского языка. А преподаватель владеет таким набором упражнений, который позволяет создать не только продуктивную, но и увлекательную, интересную среду для изучения. Еще хотела по поводу взрослых спросить. Я знаю то, что вы подготавливаете людей к международным экзаменам. Вот поясните для наших телезрителей, кому необходимо сдавать международные экзамены? В каком случае мы должны их сдавать? Для чего их сдают? Да. То есть, если раньше, обучаясь в нашей школе, родители были довольны уже пятеркой, а не тройкой школы, то теперь родителям необходима объективная точка зрения, подтверждение английского языка. И мы советуем сдавать уже с раннего возраста, то есть это среднее звено, старшее звено и взрослые. Взрослые сдают международный экзамен и подтверждают свои знания английского языка. И этот сертификат они используют в дальнейшем в своей работе. Это такой плюс к резюме. А вот для детей, для школьников, к примеру, им зачем? Да. То есть для них это преодоление психологического барьера. Когда в школе они сдают экзамен, они очень волнуются. И вот это уже такой, скажем, процесс симуляции экзамена, когда ребята преодолевают этот страх и сдают экзамен. И учатся, научаются сдавать экзамены. Как сказал мой напарник, Кирилл, у вас не только английский, да, французский, испанский, итальянский и даже есть китайский язык. Есть люди, которые учат, кто тяготеет к другим языкам, не только к английскому? Конечно, у нас, да, действительно, другие иностранные языки преобладают. И вот на следующей неделе у нас уже запускаются группы и по итальянскому, и испанскому. Очень большой спрос на редкие языки. А кто, кстати говоря, интересуется редкими языками? Взрослые, потому что у взрослых, конечно, больше возможности посещать зарубежные страны и также использовать этот иностранный язык в работе. Ну и вот в завершении нашей беседы по поводу посещения разных стран. Я знаю, что у вас есть курс для путешественников. Что он из себя представляет? Да, курс для путешественников, он нацелен на развитие тех навыков, которые необходимы людям, когда они выезжают за границу, чтобы они не потерялись и не растерялись во всех местах другого города. Вы с собой журналы принесли? Да. Это журналы вашего центра? Да, это верно. И здесь слушатели могут найти всю необходимую информацию с красочными рисунками и даже заданиями на последней страничке для самых маленьких детишек. Давайте посмотрим. Да, сейчас мы посмотрим. Получается, вот здесь вот у нас предоставлена информация. Давайте вот так вот. Угу. Информация предоставлена? Да, информация предоставлена про международные экзамены и про различные иностранные кварталы, которые открываются у нас, например, в городе Екатеринбурге и которые мы планируем в дальнейшем открыть в городе Тимене. Например, французский квартал. А, кстати говоря, если вот сравнивать, я знаю, что у вас в разных городах языковой центр, тюменцы хорошо ли говорят, хорошо ли владеют иностранными языками? Да, верно. Тюменцы очень хорошо владеют иностранным языком, особенно в произношении. Это удается лучше всего тюменцам. Что ж, я вам желаю только хороших студентов, да, которые бы радовали и себя, и радовали вас как преподавателя. Спасибо, что это утро вы встретили вместе с нами. Спасибо большое.